Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. И сегодня речь пойдет о маленьких зверятах, о детенышах. Прекрасная серия книг Евгения Гюнтера продолжается вот этой книгой. Суперзверята. Иллюстрация Натальи Карповой. И если вы не слышали моих видеорассказов о предыдущих книгах, ну, например, о книге «Как спят зверята» или «Мама, папа, я. Звериная семья». Это совершенно замечательные книги, то я вас призываю их послушать и всю серию оценить по достоинству. Потому что, например, вот звериная семья – это всегда очень интересно. Но ни для кого не секрет, что в живой природе наши с вами гендерные роли, они немножко по-другому выглядят. Например, морские коньки – это не просто заботливые папы, это еще и заботливые мамы в одном лице. То есть у них отец заботится о потомстве. А, допустим, носорог, когда он хочет, ну, скажем так, создать семью, да, вот, ухаживает, значит, за носорожекой очень осторожно. Потому что на самом деле, когда носорожиха хочет показать свое расположение самцу, да, она разбегается и со всей дури бог ему рогом засаживает. Вот. Так трогательно, так трогательно. Вот. Значит, удивительно. Ну, в общем, почитайте, узнайте много нового. Но не столько многого, сколько вы узнаете из этой книги про суперзверята. Уж чего-чего, а на сюрпризы, которые биологи для нас собрали, а вот авторы таких книжек обработали и отобрали, значит, и изложили доступным языком для детей, уж чего-чего, а таких удивительных фактов в природе огромное море. На самом деле существует невероятное совершенно создание, обладающее свойствами просто из ряда вон выходящими. Некоторые из них не открыты. Одно такое я вам в конце расскажу. Итак, значит, есть, допустим, грифы, да, вы все знаете, что они питаются падалью, но вы себе не представляете, на каком расстоянии с высоты они чуют запах погибшего животного. Это уму непостижимо. Любые гончие собаки просто отдыхают, в отличие от этого. Существует знаменитое обоняние акул, которое позволяет им, значит, чувствовать каплю крови, растворенную там в океанской воде на расстоянии во много миль. Но по сравнению с умением змей нюхать при помощи языка, это тоже не так уж сильно и выглядит, потому что, знаете, языком нюхать это надо умудряться. Ну, змея, конечно, нюхает не языком, просто на ее влажный язык, который постоянно высовывается, да, значит, прилипают те самые микрочастицы, которые составляют для наших обонятельных рецепторов запах. Вот, и потом, когда змея втягивает этот язык в пасть, да, значит, эти самые частицы попадают в так называемый орган якобсона, где они распознаются как частицы, придающие вкус нашей с вами пищи, да. Вот у нас есть вкусовые сосочки на языке, да, значит, а у змеи есть специальный орган якобсона. А язык дятла, например, совершенно потрясающий. Нет, я внутренне морально готов, что жираф может вытянуть язык на полметра. У него такой язык. Вот, это нормально. Но, в принципе, то, что у дятла язык, который превышает половину его тела, и чтобы втянуть его обратно в клюв, дятел этот язык обматывает вокруг головы, складывает в такую петлю, несколько раз, как лассо. Это, конечно, тоже открытие, а с виду птица как птица, нормальная птица. Вот, есть, например, эпизод в этой книге, который познакомит нас с удивительно смешным термином научным. Называется он мурмурация. Мурмурация – это не количественное повышение мурчания вашей кошки. Это к котикам вообще не имеет отношения. Мурмурация – это объединение в огромную стаю, стадо, общность особей ради достижения конкретных целей, например, касающихся выжилания или пропитания. Да, например, мурмурация скворцов, когда они громадной тучей вот так летают, переливаются, да, это очень чёткий знак хищнику о том, что мы не маленькая, да, одна вот отдельная взятая птичка, мы большой такой птиц, птиц такой большой, который летит от огромной стаи, такой, так вот переливается, так далее. Они меняют форму, они летят не просто одним облаком, да, и постоянно то вытягиваются, то, значит, извиваются, да. И это действительно выглядит как движение большого живого существа, и это может озадачить, напугать хищника, и действительно так и действует, да. Вот что такое мурмурация. И это, конечно, потрясающе, что природа додумывалась до таких вещей. Ну, есть некоторые вещи абсолютно необъяснимые. Например, осьминог. Чаще всего осьминог нападает на добычу в целях пропитания сразу всеми щупальцами, то есть он её хватает, да, значит, и... Но только не тот вид осьминогов, о котором я говорю. Это, значит, зараза делает следующее. Она подплывает к рыбе, которая должна стать обедом или ужином, вот, вытягивает одну из ловчих щупалец, да, вот, и аккуратно, аккуратно касается спины рыбы. Типа, э-э-э-э, эй, товарищ, эй, просто так говорит, да. Рыба, конечно, делает... Вот так вот, и тут осьминог её и заховывает. Самое замечательное, и это в книге есть, зачем осьминог это делает, никто не знает. То есть биологический смысл этого явления учёные не понимают. Именно не нападает сразу, охватываясь щупальцами с коварными присосками, от которых невозможно спастись, да, а именно делает сначала, эй, товарищ, а потом уже ест. Это потрясающе. Таких фактов, на самом деле, необъяснённых. В природе много. Но детям, конечно, интереснее как объяснённые, так и необъяснённые. А самое главное, были бы они поувлекательнее. Что только не умеют детёныши зверей. И цепляться за маму или за папу в течение многих месяцев, не отрывая лапки. И дышать и не дышать, когда надо. И притворяться змеями, например, или мёртвыми, если это необходимо. И суперслух, и суперзрение, и суперподвижность, и суперумение прыгать, и супервыносливость. То есть, вот эти реальные суперспособности, они даже не снились никаким людям Х, Y, Z и другие буквы алфавита. То есть, они, в принципе, такие, значит, ну, вообще, честно говоря, лохи все эти люди Х по сравнению с самыми обычными зверьками, которых можно встретить в любой части Земли. Если вы думаете, что здесь речь пойдёт только о каких-нибудь экзотических гекконах, почитайте то, что написано об обычных мышах, сусликах, хомяках, не знаю, бурозубках, да, которые живут рядом с нами, с вами, да. И это действительно очень любопытно. Вот такие вот суперзверята. Поверьте мне, даже взрослые, вот я, например, читал в своей книге «Дочку», да, очень много интересного узнал из области практической биологии. А самое главное, узнал о том, как удивительно разнообразен и прекрасно устроен наш с вами мир. Как удивительно, скажем, не скупится природа, не скупится на вот эти вот всевозможные культштуки, фокусы, которые умеют выкидывать живые существа. Читайте, наслаждайтесь, да пребудет с вами сила, и пусть ваши суперспособности всегда находятся в великолепном, натренированном состоянии. А то подойдёт сзади осьминог и сделает вот так вот.